здравствуйте меня зовут юля сегодня показываю пустые баночки это косметика которую я покупала самостоятельно то есть это не косметика из коробочек красоты давайте начнем с пузырьковой маски со знаменитой маски от елизавета нас глиной не и заказанная херп довольно давно уже наверное как только там появилась корей корейская косметика она мне какое-то время простояла и она стала такой резиновый уже не спине не вспенивается на лице ее нужно наносить на сухую кожу подождать несколько минут при этом она вспенивается затем смыть водой она кожу очищает буквально до скрипа довольно сильно ее подсушивает я обычно после такой маски еще делаю какую-то увлажняющую маску например тканевую интересный такой инстаграмный продукт я думаю многие его попробовали пока у меня нет желания покупать еще одну банку так как я купила себе маску от опью с глиной там тоже маска пенка но она не пузырящиеся в общем-то эффект у нее примерно одинаковый поэтому познакомиться было интересно но пока нет желания покупать кстати на херп появилась новая косметичка с корейской косметикой я внизу в описании под видео оставлю ссылочку если вдруг еще не смотрели состав я думаю что я буду себе заказывать стоимость примерно 1100 рублей может быть еще какие-нибудь скидочки будут дополнительные но опять же боюсь не разобрали бы ее слишком быстро и пока дождешься каких-то скидок в общем-то уже и ничего не останется еще один продукт сайта херп это дезодорант арманд хавер который я тоже хочу повторить этот дезодорант без эффекта антиперспиранта у них есть два два варианта один поменьше вот это 28 грамм и по моему еще 70 грамм есть такого побольше формата безусловно вот такие маленькие они получаются дороже но зато он все время будет свеженький все равно довольно долго он мне прослужил дезодорант в стике гелевый тает на коже очень приятно свежо пахнет эфирными маслами я его использую для тех дней когда нет каких-то ответственных мероприятий и нет боязни того что в общем-то будет какая-то влажность от влажности он не защищает но от запаха тоже не всегда может быть его нужно перенаносить ну вот такой дезодорант для спокойных дней скажем так но мне нравится сейчас по моему 220 рублей его цена на хер не совсем бюджетно может быть опять же по каким-то акциям куплю но я думаю что обязательно к нему вернусь у меня кстати есть еще один такой дезодорант натуральный без эффекта антиперспиранта но он шарики попробую его поиспользовать из коробочки лиза бокс но не стики нравятся гораздо гораздо больше так 22 пилинга у меня закончилась практически полностью закончился от shine 3 я уже много раз его показывал своих видео из подружки довольно бюджетный есть у меня еще в запасе один тюбик его обязательно тоже использую но у меня есть желание вернуться к пилингу от мизон в салатовый в салатовом тюбике с яблоком но мне нравится больше но это тоже очень неплохой все таки корейцы делают замечательные пилинги скатки вот такой вариант пилинга от faberlic мне понравился гораздо гораздо меньше называют они его роллинге для очищения пор здесь есть салициловая кислота в составе он у меня под загустел вот такой он прозрачный безусловно его доиспользую здесь на 2-3 применения осталось еще 75 грамм здесь у нас по моему уже нет его не в каталогах не просто на сайте нельзя его заказать на какое-то время короткую он появлялся все его прям так расхваливали так расхваливали но ни в какое сравнение вариант от faberlic не идет с корейскими скатками все-таки я считаю что корейцы делают их гораздо гораздо лучше у меня была скатка белорусская по моему от белиты тоже в общем-то меня не впечатлило так кремы для рук кремы для рук конечно же идут просто в гигантских объемах уходят вот такой мой любимый с маслом карите от локситан здесь большой тюбик 150 грамм но цена наверное сейчас со всеми скидками порядка полутора тысяч есть у них и поменьше объемы 30 миллилитров но там они еще дороже выходят наверное я к нему тоже когда-либо вернусь у меня еще есть запасы не есть от локси от локситан с пионом но я так подозреваю что он будет менее питательный вот этот прям хорошо руки восстанавливает приятный для меня аромат очень нравится когда-нибудь наверное он появится все-таки в моей коллекции но сейчас пока постараюсь использовать то что есть запасах но к тому же все-таки грядет весна и наверное будет хотеться более легких текстур еще вот такой крем в маленьком объеме 30 миллилитров от бархатных ручек у меня закончился я его покупала в наборе но в общем-то они есть и по отдельности из всех вариантов что я попробовала мне вот этот зелененький с маринга понравился прошу прощения больше и по эффекту питания и по аромату еще у меня несколько вот таких разных вариантов есть вариантов есть лежат где-то в сумочках и по всему дому разложены то одним то другим пользуюсь но в общем-то я им довольна мне эта серия понравился бархатных ручей ручек мыло молодав cream oil впервые такой аромат пробую он с органовым маслом марокканским такой цветочно парфюмерно восточный насыщенный аромат прям в душе пахнет даже просто когда там этот брусочек лежит первое время 100 граммовый кусок я в общем-то дав покупаю постоянно у меня есть и одно две штуки в запасе когда бывает бывают акции в супермаркетах я обязательно покупаю в качестве жидкого мыла был использован гель для душа faberlic уже много я их тоже показывала розы и сандалы серии оранжере 200 миллилитров я покупала по какой-то смешной цене со стекающим сроком годности но тоже очень приятный аромат действительно розы и сандал такой цветочный восточный кожу подсушивает это формула но кремом все равно пользуюсь поэтому еще пять штук у меня в запасе буду их до использовать так еще бюджетный продукт это что это это шампунь для волос от белита м белорусская косметика я хотела себе взять какой-то шампунь в качестве альтернативы дорогим шампунем профессиональным или корейским он предназначен для укрепления волос для предотвращения их выпадения такой довольно у него специфический аромат сам шампунь коричневого цвета он навязчивый надоедает конечно я его мучила 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 еле использовала у меня почему-то дискомфорт на коже головы после него возникало в общем то я наверное больше не буду искать какие-то бюджетные варианты мне все-таки нравится корейские шампуни и профессиональные шампуни вот такие варианты из масс-маркета или белорусской косметики наверное не совсем все-таки мне подходит заказывал на озон попробовала и до свидания еще одно средство для волос это маска от лореаль париж серия эльцеф маска спасатель длина мечты я ей тоже к сожалению осталось недовольно на 1 2 применению мне здесь осталось маска густая опять же аромат навязчивый сладкий прям заполняет собой все пространство напрягает уже после второго применения большая здесь банка 300 миллилитров стоимость наверно было в районе 300 чем-то рублей но я поняла что я наверное из бюджетных средств куплю себе из красной линейки тоже эльцеф для окрашенных волос просто бальзам кондиционера бутылки 400 миллилитров дешевле выходит и эффективнее на мой взгляд и там аромат не такой навязчивый в общем разочаровалась я очень хотелось мне найти такую масочку более все-таки бюджетную чем в профессиональных каких-то средствах но не получилось аква спрей от комплимент тоже очень бюджетное средство можно купить в ашане или в различных косметических магазинах здесь было 200 миллилитров спрей я уже приспособила на другой тоник пока не буду покупать еще раз я хочу попробовать тоники от биленда я думаю что тоже можно к ним будет приспособить распылитель и наносить перед сывороткой перед кремом или просто на лицо даже поверх макияжа этот тоник в принципе хорошо работал я его часто использовала и на глиняные маски которые очень сильно цементируются засыхают на лице как бюджетное средство очень даже неплохо вот такие ватные квадратики марка тами из улыбки радуги 60 штук они дороже конечно выходят чем обычные ватные диски но мне нравится такой увеличенный формат для смывания глиняных масок каких-то других масок смываемых нравится использовать и для снятия макияжа такие увеличенного формата диски обязательно буду еще себе покупать доберусь до улыбки радуги либо эти куплю либо еще у них есть другой вариант другой марки там они не квадратные прямоугольные тоже такие побольше форматом так риск из декоративной косметики у меня закончилась помада dior я думаю что уже в помине нет такой помады у этой марки сто лет в обед уже ей 316 номер dior adict extreme она была кремовая было такого нейтрального оттенка припыленные розы чуть-чуть наверное с холодным потоном но мне в принципе с карандашом очень было неплохо хотя я предпочитаю более теплые оттенки постараюсь тут набрать чего-нибудь никакого запаха никакого вкуса неприятного вообще супер комфортная супер кремовая перекрывает оттенок губ мудер конечно замечательные помады но у меня сейчас коллекции вообще ничего от dior нету последнее время покупала себе армане покупала и в сен-лоран dior у меня единственная вещь была в коллекции вот такие вот у меня были пустые баночки в этот раз как всегда благодарю вас за внимание всего доброго до свидания